Сегодня в России день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Он установлен в 2012 году традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, где сохранились воинские захоронения, проводятся памятные акции по погибшим воинам. Первый в стране памятник всадником легендарной дикой дивизии открыли в нашем регионе в 2012 году. Всего в России и за рубежом установлено 20 памятников и мемориалов в честь участников Первой мировой. Минобороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал памяти героев Великой войны 1914-1918 годов. Первый официальный банк документов об участниках и событиях той войны. Сегодня исполнилось бы 86 лет выдающемуся ингушскому политику, общественному деятелю, члену Верховного Совета Советского Союза Мусе Дарсигову. Он был в рядах КПСС, депутатом СССР, членом Комитета Верховного Совета по делам национальности, членом Совета Союзов. Мусай Юсупович передал обращение 60 тысяч ингушских избирателей лично в руки Михаилу Горбачеву и призвал народных депутатов Верховного Совета СССР рассмотреть вопрос о восстановлении в составе РСФСР ингушской автономии. Он добился создания Комиссии Совета национальности Верховного Совета СССР для рассмотрения обращений ингушского населения. При активном участии Мусы Дарсигова Верховный Совет СССР принял закон о реабилитации репрессированных народов. В те годы он первым начал искать имена героев Великой Отечественной войны ингушской национальности, в частности, защитников Брестской крепости. Политик был удостоен орденов знака почёта, трудового красного знамени, трудовой славы и многих других. В 2021 году в Сунже открыли памятную стелу в честь Мусы Дарсигова. В Экажево завершили реконструкцию мусульманского кладбища. Все преобразования провёл благотворительный фонд Сафмар Микаила Гуцериева. На работу ушло несколько месяцев. Теперь кладбище выглядит по-другому. Здесь новые ограждения по всему периметру, небольшой тротуар и помещение с инвентарём. Работы проводились с учётом пожеланий местных жителей. Всё для их удобства. Старейшины и Кажево высоко оценили преображения, которые они сегодня видят перед собой. За это они благодарят главу региона Махмуда Али Калиматова и руководителя группы Сафмар Микаила Гуцериева. В Сунже идёт работа по замене ветхих водопроводных сетей. В городе происходят частые порывы труб, водоснабжения с перебоями. Этапная реконструкция должна это всё устранить. Сейчас рабочие трудятся на улице Дзержинского. Местная администрация по поручению главы региона прокладывает водопровод на протяжении всей улицы. Это более 150 метров труб, что позволит обеспечить жителей качественной водой и избежать потерь из-за порывов. Во время работ по прокладке нового водопровода жители без воды не остаются. Администрация города предусмотрела подвоз. Это минимизирует неудобства. Строительство же идёт полным ходом. На сегодняшний день укладка водопроводной линии выполнена на 80%. Дзержинского – это уже десятая улица, на которой поменяют ветхий водопровод в текущем году. В последнем месяце лета вступят в силу несколько изменений, которые упростят жизнь граждан. Так, с 1 августа на едином портале будет доступна информация обо всех услугах, полученных в различных органах власти и организациях. А для назначения пособия на ребёнка в возрасте до 17 лет по месту фактического проживания или временной регистрации больше не понадобится предоставлять подтверждающий документ, если соблюдены определённые условия. В августе вступает в силу и закон, позволяющий муниципальным депутатам участвовать в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать её заместителей, а ещё руководителей отраслевых и территориальных органов. С 1 августа традиционно пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счёт индексации, а зависит от уплаты работодателям социальных взносов за таких сотрудников в 2023 году. В августе завершается и период поступления в российские вузы. Университеты будут принимать оригиналы документов до 3 августа, а с 4 по 9 августа опубликуют приказы о зачислении. Если абитуриент планирует поступать на платной основе, времени на выбор учебного заведения немного больше – до 20 августа. Россети Северный Кавказ в первом полугодии 2024 года добились роста платёжной дисциплины в Республике Ингушетия. Уровень оплат потребителей региона в отчётном периоде составил 67,5%, или 1,3 млрд рублей. Это на 7,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В денежном выражении платежи увеличились на 418 млн рублей. Общая сумма долга за электроэнергию в Республике на 1 июля 2024 года составила 7,6 млрд рублей.